Продолжаем информировать вас обо всем, что происходит как в Украине, так и за ее пределами. Конечно же, постоянно акцентирую внимание на пропаганде российской, на дезинформации, которую они сеют абсолютно везде, не только внутри Украины, но и также и на территории Европейского Союза. Более того, даже, к сожалению, но имеет влияние и на территорию Соединенных Штатов Америки. Более подробно об этом сегодня поговорим и очень рад поговорить с Андреем Шаповаловым, исполняющим обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. И спасибо, что сюда пригласили нас. Очень красивый офис. Спасибо. Вы смотрели «Иллюзию безопасности»? Фильм на Netflix такой вышел. Недавно. Нет времени на художественные произведения. Если очень коротко, фильм 2023 года, и там показывается, как резко пропадает мобильная связь, резко начинает глючить вся система, резко появляется много дезинформации, какие-то непонятные радиоканалы взломаны, и людьми начинают манипулировать как раз через информационные потоки. Вы наблюдаете сейчас такое в Украине? Ну, мы такое наблюдаем постоянно. И та ситуация, в принципе, допущение полномасштабной войны на европейском континенте – это, конечно же, следствие информационных манипуляций. Ну, вряд ли в цивилизованном мире, в современном мире, в центре Европы могло такое произойти на пустом месте. Мы об этом говорили миру, в принципе, с 2014 года, но не все нас слышали, не все хотели нас услышать. Результатом вот этой информационной раскачки, этих информационных манипуляций стало основание, вроде бы правовое, вроде бы справедливое диктатора соседней страны, открыто, полномасштабно напасть на меньшую по размерам, меньшую по территории Украину с целью, ну, в принципе, ее поглощения. Хотя в информационном поле никто об этом не говорил. Ну, все говорили о восстановлении какой-то справедливости, демилитаризации, деноцификации. Ну, поэтому, наверное, этот фильм снят на основе реальных событий или прогнозируют реальные события. Прогнозируем их, скорее, да. Ну, это вполне допустимо, и такое может быть вполне... Информация правит миром. И этот, как бы, постулат, он не изменился, и тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. В свою очередь, я тоже работаю постановительно с информацией, и что заметил? Российская пропаганда уже более чем 22 месяца после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, спустя два года, почти два года, продолжает доказывать и оправдываться. Более того, оправдывается лично Путин на прямой линии по итогам года. В каждом общении с журналистами тема так называемой СВО. Постоянно, десятками раз доказывая, что это деноцификация. Все было хорошо, но Америка виновата. Мы прекрасно жили, но Запад виноват. Я такого ранее не наблюдал. Почему так меняется риторика пропагандистов сейчас? Риторика с доказывания на оправдание. Ну, наверное, это следствие событий, которые происходят в реальном мире. Потому что в голове Путина существует несколько миров. Ну, один виртуальный, альтернативный, который создало ему его окружение, его пропагандисты и он сам. Ну, а второй мир в реалии, в который ему не хотелось бы, но время от времени приходится погружаться. И вот этот мир реалии, он как раз состоит из решения Международного криминального суда, из подачи Путина в розыск, из невозможности его выехать куда-то в цивилизованный мир. Поэтому он сам у себя в голове пытается сшить эти несколько миров. Ну, плюс из многочисленных интервью о нем, как о человеке, он верует в те вещи, которые транслируют. То есть есть такая специфика психотипа его, поэтому ему это надо постоянно повторять. А учитывая того, что эта мантра возведена фактически в статус государственной позиции, в государственной политике, то, ну, условно, все его там 140 миллионов или сколько, ну, вот эту мантру повторяют. И пока она резонирует в голове, все хорошо. Практически Оруловский сюжет, да, и стоит выключиться этим репродуктором. Ну, как в какой-то момент наступит прозрение и, ну, что это было. Конец будет именно таков, как нация целая могла превратиться в скотов и в то, во что она превратилась. Но сказать, что это уникальный случай или сказать, что этого не было, это все было. Причем много раз. Последний раз это было в середине прошлого столетия. По факту того, что случилось, были проведены домашние работы, были проведены работы над ошибками, было все изучено, описано. И вроде бы сделан вывод, что никогда снова. Ну, всего там 70 лет понадобилось, и вот мы видим это снова. Все по тем же самым лекалам. Ведь это классическая геббельсовская методичка, ничего же нового нет. То есть чудовищная ложь, там, тысяча повторений, принципы гнилой селедки, там, максимальной токсичности. Ну, все это, это условно боевое ИПСО, которое, в принципе, в России внедрено, начиная от учебных заведений и заканчивая всеми органами и государственной власти, и частных структур, и волонтеров, которые, в принципе, для которых сегодня вопрос, ну, цивилизационный, да, вопрос выживаемости России, то есть победа или проигрыш в этой войне, соответственно, не допуская мысли там о проигрыше, ну, практически все вовлечены в эту адскую машину. И если кто-то идет на реальное поле боя, то кто-то в информационном пространстве это сопровождает. Но надо здесь сказать, что они должны нести такую точную ответственность, как те, которые убивают в реальной жизни. Потому что, ну, и мы проводили много исследований о том, как дезинформация реально убивает. Как люди из-за искаженной информации или из-за недостатка информации оказывались там под обстрелами, на них падали бомбы, они не могли найти выход из убежищ. То есть связь очень тонкая вот этой иллюзорной жизнью за стеклом экрана и нашей реальной физической жизни. Радио «Тысяча холмов» тому пример, как пропаганда может убивать. Классический пример. И, к сожалению, таких примеров мало в истории. И русские призыватели к геноциду, да, к побудители к геноциду, они, ну, сегодня, наверное, где-то выдохнули уже с облегчением. Потому что история там радио «Тысяча холмов» для них кажется чем-то призрачным. Потому что они вот последние там полтора года активно занимались вообще выпиливанием из информационного поля слова «геноцид». То есть если после «Буча» весь мир говорил о том, что это геноцид, то сегодня само слово выпиливается по каместь. А призывы к геноциду, ну, вообще отходят. Потому что радио «Тысяча холмов» это там чуть ли не единичный пример в истории, когда именно понесли ответственность за призывы к геноциду. Но это была маленькая территория в короткий промежуток времени. И поэтому это было задокументировано и доказано. В нашем случае, ну, все гораздо сложнее. И это, ну, больше уже вопрос к прокуратуре, к правоохранительным органам, кто занимается документированием и кто владеет этой информацией там максимально объективно. После полномасштабного вторжения не только силы обороны Украины дали мощный отпор российским войскам, но и информационная составляющая украинская дала мощный отпор. Настолько мощный, что мы видим, какие сейчас результаты в Российской Федерации. Если не ошибаюсь, более 4 миллионов россиян выехали из-за того, что они против войны, которую развязал Путин. Это очень мощный показатель того, что российская пропаганда, она теряет свое влияние, теряет свой градус. Да, до сих пор большинство верит в нее, но все же имеем процент уже неверующих в нее. Либо те, которые принимают ее с подозрением. Фиксируете ли вы то, что российская пропаганда прогрессирует? Пытается подстраиваться под нынешние условия, под те условия, которые Украина ей дала отпор? Сложный, длинный вопрос. Попытаюсь разбить его на несколько компонентов. Для того, чтобы максимально точно на него ответить. Первое. Изменяется ли модель российской пропаганды и дезинформации? Да, изменяется. Более того, в каких-то вопросах они очень быстро учатся и очень быстро подстраиваются. Ключевой момент изменения лежит в том, что если изначально были несколько хорошо подготовленных компаний, под которые была создана максимальная база, и они в принципе достаточно были крепкие, то на сегодняшний день они больше работают на контратаках. То есть они ищут ситуативные проколы наши, проколы партнеров из реальной жизни, активно сдабривают это все враньем, манипуляциями, дипфейками, и в максимальном количестве это все выбрасывают в информационное пространство, работая в данном случае больше на количество, нежели на качество. Потому что по хорошему времени на большие компании крупные подготовленные остается меньше и меньше. Это не говорит о том, что крупные компании не делаются, просто они сейчас максимально масштабированы. Следующий вопрос – начало войны и наше информационное противостояние. Это феномен, который, я уверен, должен быть описан в учебниках по информационной безопасности, в докторских диссертациях, в кандидатских диссертациях. Но заслугу этого феномена надо отдать, наверное, не органам, которые работали в сфере борьбы с дезинформацией и стратегических коммуникаций, а всему народу Украины. Потому что в этот момент, после 24 февраля, не стало серого. Появилось черное и белое. Люди своими глазами, даже те, которые исповедовали, условно, русские миры, были где-то к нему лояльны. Когда они увидели танки в Бучей, когда они увидели взорванный Гастомель, когда они увидели, что творят эти варвары на нашей земле, все сомнения исчезли, испарились, я думаю, к 10 утра 24 февраля, когда проснулся самый последний, тот, кто крепко спал. И в этот момент вот эта лавина негодования украинцев, она искусственно созданную машину путинского вранья сначала перемолола здесь, а уже через буквально какой-то промежуток времени начала перемалывать ее по миру. И мир, который еще в 2014 году проглотил Крым как вроде референдум, как вроде восстановления какой-то исторической справедливости, в 2022 году уже не смог пройти мимо этого. Но дело в том, что жить постоянно в таком напряжении невозможно. И если в начале войны у Центра противодействия и дезинформации в соцсетях на площадках верифицированных было порядка 2,5 миллионов подписчиков, и просмотры переваливали чуть ли не по несколько сот тысяч, а то и миллионов в день, то спустя год естественный интерес к этой теме, он стал снижаться, потому что еще нельзя жить постоянно в таком напряжении. Плюс спало напряжение непосредственно в зоне боестолкновения. Ну, наверное, этим и объясняется наше информационное превосходство в первые месяцы войны и, в принципе, в переломе мира в отношении к этой войне. То есть от Киев до 3 дня, мы будем помогать Украине до победы. Что касается выезда россиян из России, вряд ли это связано с информацией и с дезинформацией, это, скорее всего, естественный процент мыслящих критично людей. И людей с достатком, людей со знанием языков, людей с желанием, ну, что-то менять, двигаться вперед. То есть, скорее всего, эти 4 миллиона вряд ли опирались там на идеологию. Идеология, как один из факторов, мог быть причиной отъезда. Но, судя по тому, что мы видим, там транслируют условные хорошие русские, ну, периодически в их речах мы можем услышать и имперскость, и небутерброд, вот эти все уже ставшие мемными вещами. То есть, речь там о массовом покаянии и даже в отсутствии попыток найти оправдание тому, что произошло, ну, это буквально единицы. Буквально единицы. Все остальные ищут удобное для себя решение сохраниться, сохраниться, сохраниться в мировом пространстве. То есть, даже понимая, что это страшное преступление, ну, это не есть для них определяющим. Собственная шкура, какие-то собственные возможности превалируют. Мониторяя российские каналы периодически и российские информационные источники, складывается ситуация, что в России сейчас самая главная проблема – это так называемое СВО, и что там на Украине? Это правда? Они большую часть своего времени определяют другой, чужой стране? Ну, эта тенденция ведь появилась не сегодня и не вчера. Тема Украины нисходит у них с первых страниц, ну, наверное, десятилетия. То есть, все их выпуски новостей, там, с 13-го, 14-го года, они полностью, ну, сдвинуты приоритеты. Конечно, им не очень интересно, что у них происходит в стране. Потому что задача правящей верхушки – не дать им интересоваться тем, что происходит в стране. Для этого и создаётся какая-то условная внешняя угроза. Информационный фон. Конечно. По сравнению с которой внутренние проблемы отойдут. Отойдут на второй план. Их что больше всего пугает? Переход от плохого к худшему. Вот эта парадигма, она успешно используется Путиным и тех, кто рядом. Вот эти бандиты, которые грабили, в принципе, эту страну, там, последние 20 лет при диктаторе. Но получили сверхдоходы от ресурсов, что позволило им, вместо того, чтобы построить, ну, в принципе, страну, они построили страну в смартфоне. То есть они построили альтернативную модель страны, в которой в телевизоре всё хорошо, и только со стороны НАТО, со стороны Украины угроза. И одна из проблем – это и уровень образованности их, и вторая составляющая – это отсутствие ресурсов и средств, ну, для путешествий, для того, чтобы увидеть многие вещи своими глазами. И те, которые, там, 4 миллиона уехали, это как раз те люди, которые раньше имели возможность путешествия, которым нельзя рассказать про черепаху, где-то они там насилуют, как в каких-то европейских странах, страшные ценности. То есть вот этот весь ад и сюр, он идёт на умы неокрепшие, на те, которые живут там в небольших городах, далеко от центра. И даже география мобилизации, мы же можем посмотреть, да, ну, крупные города, Москва, Питер, там, где люди более образованы, там, где люди с большим достатком раньше путешествовали, ну, их сейчас, ну, вряд ли можно… Их тяжелее переубедить. Да, потому что они видели всё своими глазами, они привыкли к хорошему уровню жизни, к доступности, в принципе, европейской модели. А на сегодняшний день вот это средневековье, которое воспевается, оно заходит только, ну, в очень глубинные какие-то места Российской Федерации. Очень хороший пример, после того, как Госдума запретила ЛГБТ-движение, по факту несуществующее, но всё равно запретила. Не знаю, о чём я ещё… Ольга Скобеева в программе «60 минут» привела в пример, к чему приводит ЛГБТ-движение, и привела в пример Великобританию, где ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ-движение ищет возможности интима с роботами. Казалось бы, я только что сказал набор слов, но нет, я процитировал Ольгу Скобееву. Вы сказали набор слов, это нормально, вы процитировали Ольгу Скобееву, потому что смотреть вот этот весь ад, который идёт на их федеральных каналах под названиями «Ток-шоу», это вообще сравнимо к какой-то казни или, я не знаю, муки. И, ну, то, что мы анализировали, на самом деле, там, смотрящих вот этот весь бред, их не так-то много. В большинстве случаев эта история идёт фоном. То есть фоном исключённого телевизора это всё вещается, и поэтому они позволяют себе там транслировать, ну, просто ад. Вот одни и те же эксперты, какие-то, ну, как будто там после боярышника или стекломоя этого, всё, что в голову сбредёт, вот, ну, ты можешь говорить всё, что угодно. И, возвращаясь к вопросу информационного терроризма, вот они этим как раз занимаются. И если бы у них было понимание какой-то ответственности за то, что они делают, а фактически они терроризируют этой информацией не только своё население, но и ту часть мира, где ещё есть трансляция вот этого всего, ну, они бы были как бы по сдержанию, наверное. Но понимание, ты можешь выйти и сказать о том, что давайте топить там украинских детей, давайте кинем ядерную бомбу на Польшу, там, давайте в радиоактивный пепел. И это всё безнаказанно. Отсюда мы имеем бесконечный процесс повышения градуса, сдвига там целей, приоритетов. Вот всё дозволено. Ещё один пример, когда Дмитрий Кислю в эфире, в прямом эфире, показывал, как российская ракета, я не помню, как она называется, ядерная, может просто превратить в пепел Лондон. И интерактивная карта вот на таком же большом экране показывает, как ракета летит, и всё превращается в пепел. Терроризм. Но лондонские СМИ ничего на это не ответили. Демократические СМИ ничего не ответили. То есть, имеет ли место быть, по вашему мнению, на агрессивную информационную политику, которую ведёт Российская Федерация, отвечать агрессией? Такой же. Это не утверждение. Это чисто вопрос. Есть такая пословица, не спорьте с дураком, потому что через пять минут окружающие не будут видеть между вами разницы. Игнорирование подобного, это может быть в том числе, как один из способов противодействия такой пропаганде и такой дезинформации. Возможно, видя то, что в англоязычный сегмент этот выпад Киселёва просто не прошёл, избегая эффекта стрейзен, было принято такое решение, проигнорировать данную информационную угрозу. И всё на том, потому что это же не первое такое вещание всех этих пропагандистов российских. Мы, кстати, этот случай описывали, его можно подробно прочитать в социальных сетях Центра противодействия дезинформации. И на подобные случаи мы делаем англоязычную версию, отправляем её партнёрам, для того, чтобы они в том числе видели, что происходит и какая картина есть на самом деле. Требует ли это реакция или не требует, ну, решение принимается в зависимости от степени угрозы. Дипфейки. Очень сейчас заполонили социальные сети. Насколько они страшны? На сегодняшний день это одна из тем, которая стоит в перспективной разработке у россиян. Они эту тему активно изучают, они, в принципе, уже достигают определённого уровня. И мы прогнозируем, что в 2024 году это будет, ну, наверное, топ направления, которым россияне попробуют завалить в соцсети. И здесь вопрос уже к владельцам и управленцам социальных сетей. Насколько они смогут найти эффективный инструментарий для того, чтобы это вылавливать и выпиливать из информационного пространства. Но то качество, которое на сегодняшний день достигается, оно внушает опасения. Существуют ли и разрабатываете ли вы, вот как раз уже на, как-то сказать правильно, на будущее пути борьбы с такой дезинформацией? Это довольно-таки мощный уже рывок. Вот дипфейки, нейросети, видели как раз перед встречей Зеленского с Байденом в Белом доме запустили фейковую озвучку. Якобы разговор Зеленского якобы с его женой, перволеди Еленой Зеленской. Где там якобы шли в адрес Байдена оскорбления. Понятное дело, русскоговорящие, украиноговорящие люди, они услышат, что речь не та. Но это опубликовал какой-то американский блогер-журналист. И там это были твиты, ретвиты. И это довольно-таки обсуждалось. Да, это прошло сейчас мимо, потому что все поняли, что это фейк. Но все же, толчок и через другие страны, через США. Продумываете ли вы борьбу с этим? С подобным? Как и с любым видом дезинформации, есть набор инструментов, как с этим бороться. Ключевым является, конечно, правда. Ну вот бороться с дезинформацией, ну можно правдой. Другой вопрос, что те объемы, в которых россияне сегодня производят дезинформацию, говорит о том, что количество дипфейков будет только расти с течением времени. Тесное сотрудничество с партнерами из западных стран на сегодняшний день является залогом успеха этой борьбы. Информирование своевременное. И тесное сотрудничество. Что касается просачивания данной информации в информационное пространство Украины, здесь мы можем говорить об определенной резистентности нашего общества. И в принципе у нас в силу войны люди не очень верят вот таким ярким заголовкам и какой-то сенсационной информации. То есть стараются, как правило, перепроверить, узнать, выйти из своей информационного пузыря, бульбашки из этой. Ну, наверное, этот опыт стоит перенимать и странам-партнерам. И то сотрудничество международное, которое сейчас ведется и центром проводится, то есть мы работаем с 18 странами, 65 организаций по миру, которые занимаются смежной с нами деятельностью, являются получателями и обменом, и получателем, и участником обмена информации. Один из инструментов борьбы с тем, о чем вы говорите. Идеальный пример. Владимир Путин на прямой линии в ежегодные итоги года перед всеми россиянами несколько раз в ответе местного журналиста на вопрос касательно, конечно же, так называемой СВО, Путин сказал, что уже Европа устала от войны, все отворачиваются от Украины, и все будет хорошо. Два года уже идет так называемая спецоперация. В этот же день, в то же время, несколько европейских стран объявляют пакеты военной помощи на миллиарды долларов и евро. Проходит встреча Зеленского с Байденом в США, где очень большой процент вероятности того, что финансовая помощь будет продлена, и довольно-таки мощная. В этот же день 200 миллионов долларов, Байден озвучивает финансовую помощь, 200 миллионов долларов. Неужто до сих пор в Российской Федерации люди доверяют не первоисточнику, ведь первоисточник финансовой помощи и поддержка Украины – это вот президент Украины, лидеры Европейского Союза. Как вы видите тогда рецепт, чтобы россияне, ну, на, я не знаю, сколько десятилетий, вы говорите, десятилетия ведется эта пропаганда, что десятки лет их дурят, и что как-то экономика растет в России, все прекрасно, но холодильник пустеет, яйца с полок пропадают. Почему холодильник не побеждает телевизор? Пустой холодильник. Потому что он еще не пустой, есть проблемы с набором продуктов каких-то, ну, наверное, в том, что Россия продолжает получать сверхприбыли от нефти, от газа, наверное, проблема в том, что санкционный пакет там действует не в полной мере, проблема в том, что грядущий год несет нам там десятки выборов в разных странах, проблема в том, что мы имеем там Венгрию, Словакию, ну, в этом проблема. Проблема в том, что основной источник информации в России это не первый источник, это русский телевизор, проблема в том, что они слушают не факты, они слушают интерпретации, и в этом проблема. Проблема в том, что российское руководство максимально закрывает доступ к медиа, только используя там VPN, и то определенный VPN можно получить... И сто процентов медиа у них подконтрольны, федеральные? Проблема в том, что медиа подконтрольна, проблема в том, что в медиа вливаются там сотни миллиардов рублей бюджетных, которые, в принципе, создают за эти миллиарды денег. Проблема в том, что денег в пропаганду они вкладывают, ну, практически столько, сколько в образование. Ждать от них сегодня прозрение какого-то, я думаю, нам не стоит. Этот процесс будет идти, но он будет сопровождать те реальные события и ту реальную жизнь, которая происходит сейчас на поле боя в Украине, которая происходит сейчас там в цивилизованном мире. Точно так же, как Советский Союз жил там в своей закрытой экосистеме, и все были уверены, что у них все хорошо. Они максимально сейчас закрываются для всего мира. Если я не ошибаюсь, они там за грандпаспорта уже, ну, собираются сдавать, если нет поездок. То есть Путин выполняет свою мечту от начала до конца, там, править дольше Сталина, и, ну, в принципе, Союз 2.0 воссоздать. Единственное, что он хотел бы его там со всеми территориями, там, с Балтией, с Польшей, со странами СФ, но, увы, пока весь как бы в его там каких-то влажных мечтах на Украине все приостановилось. Но от планов никто не отказался, мантры никуда не деваются, и, ну, к сожалению, по каместь у них радио там или телевизор побеждает холодильник, и вряд ли там перебои с яйцами, которые у них есть сейчас, дадут радикальные перемены. Отказ от денег нефтяных, ну, вот один из ключей. Осознание партнеров, там, вот о том, что процесс дефрагментации России запущенный на сегодняшний день, вот второй там ключевой вопрос. И какая-то единая позиция мира о том, что такого типа война захватническая в Европе это угроза всему, всему, это угроза цивилизации. Противодействовать дезинформации это озвучивать факты и озвучивать правду. Как вы видите потушить очаг, грубо говоря, завод по производству фейков и манипуляций, чем занимается активно российская пропаганда? Сложный вопрос. Он, на него есть и простой ответ, и очень обширный. Потушить очаг русской дезинформации, выключить для себя все русское. Это тоже еще один момент. И это уже не про дезинформацию. Это уже, да, это уже ракетные атаки по мирным городам, глубокому тылу, это уже попытка склонить внутреннее население против нынешней власти. Кстати, мне на днях в интервью эксперты тоже по работе с российской пропагандой сказали, что это методика второй мировой, которая, в принципе, не действует уже. И тогда не действовала, и сейчас не действует. Но продолжается. В начале войны мы говорили о том, что это же война про войну поколений. То есть война 70-летних старцев против поколения 45-летних, 40-летних новой генерации. Ну, поэтому, да, и методички их все те же самые. Поэтому и победобесия у них, и поэтому в головах совок 2.0. нас, конечно, это обозляет. Конечно, обозляет. И вместо того, чтобы нас запугать этими ракетными атаками, мы приспосабливаемся, мы ищем. Конечно, это страшно и это некомфортно. Но мы с вами сейчас продолжаем интервью, мы же не бежим сейчас в укрытие. Даже понимая эту угрозу, наверное, для нас важнее сейчас. Правда. И для этого и происходит эта беседа. Над чем сейчас работаете и на что акцентируете внимание? Возможно, какие-то отдельные направления, отдельные кейсы? На сегодняшний день мы ведем наблюдение над несколькими крупными компаниями врага. Это компания «Черная дыра», которая направлена на дискредитацию Украины и лично президента и первой леди в мире. Огромная компания, которую не сразу увидели, потому что она англоязычная и больше рассчитана на западную аудиторию, о том, что все, что приходит в Украине, исчезает, как черная дыра. Вторая компания, вот любят они все черное, это черная трансплантология в Украине, тоже длинная, объемная и находящаяся в плоскости теории сговора, теории заговора, о том, что украинских военных режут на органы, украинских детей продают на запчасти в страны Запада, страны Запада заинтересованы, чтобы подольше здесь вот эти мясные шли массовые убийства, фронт, линия, то есть это такая чувствительная тема, которая пугает. Еще одно большое направление это дискредитация высшего военно-политического руководства с целью создать условный там Майдан-3. Все эти компании, они неотъемлемая компонента войны кинетической. И когда ты начинаешь это осознавать, то в принципе все пазлы становятся четко на свои места. Ключевой наверное момент противодействия это координация и понимание всех структур, которые работают в этой сфере в выработке единого подхода и единого голоса. One voice. Полиси так называемого в сфере противодействия. И когда мы все в один голос можем с уверенностью заявлять о компаниях, о отдельных элементах, враг становится беспомощным. То есть тает его вранье в принципе при качественной аргументации моментально. как только появляется рассинхрон в коммуникациях, он тут же в эту брешь вбрасывает все свои ресурсы, все свои возможности, весь свой потенциал. Поэтому координация, разработка, мониторинга безусловного фактора, мне так кажется, на сегодняшний день. максимальная объективность и это вызывает доверие и у партнеров в том числе. То есть когда ты можешь поручиться, что твоя информация соответствует действительности, она правдива и это подтверждается цифрами, это подтверждается объективной картиной, то есть не ботами какими-то не условно купленными просмотрами, а когда ты можешь отделить все эти синтетику от органику и можешь на уровне экспертном обосновать свою точку зрения, потому что сегодня ведь в сети везде остаются цифровые следы. Невозможно нечто создать, фейк, манипуляцию, которую нельзя проследить. И именно на уровне цифровой экспертизы сейчас надо говорить о введении какой-то модели регулирования данной сферы. Мы предлагаем регулировать эту сферу в противодействии русской информации во время военного времени, отталкиваясь от настолько суженного направления, можно говорить, что подобная работа не вызовет разночтений в обвинениях регулирования вопросов свободы слова. речь идет не о свободе слова, речь идет, повторюсь, об информационных террористах, которые умышленно группой лиц по предварительному сговору совершают информационные преступления на территории смежных стран, на территории своей страны, и они должны понимать об ответственности. Известно ли вам, сколько денег тратит Россия на информационную пропаганду, терроризм? По последним публикациям на ближайшие четыре года они собираются выделить 211 миллиардов рублей, но речь идет только об информационных проектах, продуктах, содержании Останкина, содержании РИА Новости, Раша Тудей, Спутник и прочих их телеканалов центральных. Здесь надо учитывать о том, что огромный пласт дезинформации лежит там в развлекательных медиа, а это вотчина там Газпрома, и о деньгах, которые вкладываются туда, сложно даже поговорить, а это еще сотни, я уверен, миллиардов рублей, это развлекательное кино, это какие-то шоу, комедий, клаб, все что угодно. пропаганда в сфере спорта, то есть какие деньги они вкладывают в трансляторов их идей по всему миру, ну является ли это пропагандой? Конечно является, сейчас они затеяли огромную компанию по допуску там их спортсменов к Олимпиаде, и ну видно уже, что речь идет о колоссальных деньгах, потому что это топовые лица мировые. И дальше, дальше, дальше можно продолжать это вся сегодня компонента медийная российская, это все про пропаганду. От блогеров, даже от каких-то там кулинарных блогов, мы уже вспомним, да, там кто-то порубил капусту, как украинцев, ну да, не буду как бы углубляться в тонкости этой истории, ну казалось бы, кулинарное шоу, и тут раз, ну вот, поэтому пропитано все, и возвращаясь к вопросу, как противодействовать, как противостоять, выключить для себя Россию на какое-то время вообще, потому что сегодня эта страна генератор угроз для всего мира, то есть эта страна сегодня, ну в принципе, ядовито, опасно, любые контакты, которые сегодня ищет Путин коммуникации с миром, они несут угрозу миру, волк в овечьей шкуре все равно остается волком, вот что бы они не делали, в какую-то матрешку на лопате в блин они не заворачивали, это все равно будет у них бомба, нет у них ничего другого сегодня, что они могли бы предложить экспортировать миру, ну кроме своей кровавой нефти, которую так или иначе они имеют в больших количествах. И на завершение, вы в целом как видите информационную победу над российской пропагандой, ведь информационная победа по факту это не оставить врагу никаких шансов на то, чтобы ему доверяли, сложный вопрос, российская пропаганда зная, что для них информационная пропаганда финансирования практически равна и военной структуре, там миллиарды рублей вкладываются, для них это тоже оружие и очень мощное. я рос на изломе развала Советского Союза. И в 91-м году, когда этот колосс рухнул, одной из причин стала именно вот та пропаганда ядовитая, которой было все пропитано. мне казалось, после этого пропаганда советская никогда в жизни больше не поднимется. И тот глоток свободы, слово, это в принципе и был, наверное, признак победы в информационной войне. те средства массовой информации, которые открылись, они были абсолютной противоположности пропагандистскому русскому совку, который нас в школе по четвергам заставляли читать на уроках политинформации. Наверное, в этой фазе войны должно произойти нечто подобное. В какой-то момент вот этот колосс Киселевско-Соловьевской трэша, он просто должен выключиться как существо, как предмет, как элемент этой войны. Самое главное не момент фиксации победы в информационной войне, она будет. Вопрос не допустить реванша, наверное, ключевой. и на завершение. Второй раз уже завершается. Я вас слушаю, я уже завершаю, уже готовлю еще и десять раз. У меня есть время, тревоги не боюсь. У меня каждый раз генерируются вопросы, потому что тема настолько одновременно интересная, настолько сложная. Я очень часто смотрю блиц-опросы россиян на улицах Москвы, там. Я заметил, чем моложе люди, тем адекватнее вопросы. Вот, например, что бы вы спросили у Путина на прямой линии. Все говорят, да когда эта война закончится? Молодые говорят, зачем эта война? Зачем эта спецоперация? И так далее. А чем взрослее люди, особенно те, которые родились еще в глубоком Совке, Советском Союзе, они говорят, надо победить врага. И один ответил, я не буду цитировать, что он ответил, грубо, грубая форма, но сравнимо с тем, что вообще украинцы не имеют права жить. Что это такие? Для меня такая форма ответов это уже болезнь, это психологическая болезнь, неизлечимая. Это излечимо? Да. Сколько на это надо времени? Ну, если глобально, то, наверное, там пару поколений, все зависит от среды, в которой процесс излечения будет проходить. Ведь эти люди, они же не из космоса прилетели. И пожилых этих людей, и молодежь формировала общество, в котором они жили. Установка была такая. Мы так устроены психологически, что из нас устойчивых к восприятию влияния на психологию, на нашу психику, не так много. То есть большая часть, подавляющее большинство ищет удобный для себя вариант. И даже в случае, когда расходятся условный холодильник и телевизор, они пытаются для себя найти удобное объяснение почему. То есть они не ищут первопричину. Они себя пытаются успокоить. Вот так это построено. Относительно людей более старшего возраста, ведь им же вместе с этой пилюлей пропаганды, их очень мягко подвели к тому, что они хотят Сталина. он у них сейчас герой, кто там у них Иван Грозный. Но все диктаторы самые адские, они как бы лидеры мнений условно. Но эти люди живут в когнитивном диссонансе. С одной стороны они хотят Сталина, с другой стороны в глубине души они конечно же помнят, что Сталин это не только пломбир по 20 копеек, там и колбаса вкусная. Это репрессии, это убийства, это колонизация, это депортация. Это гулах, десятки миллионов, это черный воронок и масса всего, то, что остается за скобками, но я думаю где-то там холодком в животе отдается. Вот отсюда идет удобное голосование, потому что времена тотального стукачества, они они тоже в памяти, кто-то написал эти миллионы доносов, все вот это худшее, что можно было возродить, Путин с его командой возродил, и эта же лавина, которую они запустили, их и снесет. Сталин же закончил выходом из Мавзолея, ну и если себя Путин видит там в Мавзолее, то надо понимать, что это же не общежитие, и он туда ненадолго заедет. Поэтому ответы на многие вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они есть в истории. Не надо далеко ходить, достаточно там на 70 лет отмотать и посмотреть в принципе наиболее вероятный сценарий окончания того, что мы видим, в том числе и окончания пропагандистских историй. Другой вопрос, что история учит, тому, что она ничему не учит. Увы. Очень интересный один из последних моментов касательно доносов. В Москве, по-моему, в окне житель в соседнем доме видел карту Украины с герва Украины на большом телевизоре. Вызвал правоохранительные органы, правоохранительные органы выбили дверь, зашли, а это российские пропагандисты снимали сюжет. Прекрасно. Это, знаете, жаба-гадюку. Простите. Я слышал про такое, но не видел. Но у вас очень много работы. И есть такое. И я вам желаю сил как можно больше, потому что сам работая с информацией, отсматривая отчет Путина за год, фиксируя все эти фейки, голова просто взрывается. Но это работа, и она нужна для будущей победы. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что были с Фридом. Конечно же, подписывайтесь на все наши информационные ресурсы. Давайте вместе освобождать правду.